добрый день продолжим с темой сегодня двух генералиссимусов ну вот я рассказывал как пытается разбазарить то что кровью александра васильевич суворова добыто и вот один из моих слушателей он как бы не возразил что у миронов замечательный борис миронов имеется ввиду бывший министр печати замечательный человек именно он разоблачил чудеса ну неизвестно критический так сказать опыты миронова по поводу чудеса но вот незадача я может быть и как бы пожал руку господину миронову и согласился с многими справедливыми какими-то вещами которые он говорил вот на сешение чуть но в настоящий то момент он как бы получается щупай сам почти на одной стороне ну почти я почему говорю потому что брат игорь и чубайс да он неоднократно поддерживал вот бандеровцев что вот они молдцы имеют права что у них право на крым и так это поду тому подобное я хотел бы заострить вот как какие моменты расставить точки над и ну чубайс сам не высказывается не высказывается по этому поводу он вообще ну придумал такую себе хорошую отмазку что ну он не хочет ему надоело политика вот именно в этот час момент критически когда путину ну как бы наверное нужна какая-то поддержка нужно чтобы его как бы он чувствовал что тех кого на благодетельствовать ну вот допустим я был бы человеком без совести без чести но представим что такое чисто теоретически до теоретически мы все можем представлять продать и вот ну у меня владимир владимир владимировщик туда и предприятие и это и это и я как но наверное вот я был отлично своим долгом счел бы все равно позвоните владимир владимирович да он не все дали да я же вот да у меня же то у меня же это как на золоте спалю на золоте ем да я какие-то там американцы да я с тобой владимир владимирович ну вот это вот как то даже вот тут я не знаю какие то но господин чубайс вот же вот сама хитрость и он как бы увельнул от от каких-то ответов насчет крыма пытая поэтому но по крайней мере вот на стороне родственников господин миронов сейчас господин и чубайси поэтому можно сказать что чуть ли они не родственники будут ну давайте посмотрим может все таки они правы моша имеет право что вот александр васильевич там кровь проливал свою отдать надо потомкам полицай ну может быть у меня какое-то преувеличение может быть я что-то говорю не так давайте вот конкретно возьмем вот какого-то первого депутата попавшим сыном господин береза господин рады да ну если я не считаю депутатами ну вот как бы вот это говорится вот так бросается словами депутат депутаты я считаю что если таким же успехом гориллы бы завтра захватили как-то нелепо раду до ворвались здоровый же там то нелепо было бы их называть депутатом ну допустим что депутат на чисто теоретически опять-таки допустим что не путал и давайте посмотрим у этого дела путают что у него крупный ластифундист у него 30 тысяч гектаров земли ну вот известно что из так сказать средств массовой информации вот уж то что мне там удалось собрать вот из медиа да что как бы у него были стычки с какой-то он отжимал этот самый кооператив или что-то каких-то крестьян и в общем была стычка с активистом активистов сломали потом там пострадали десятки человек но один человек там не пострадал его потом нашли ему сломали позвоночник и пытали да там часа четыре вот ну еще вот чем из местности господина как же он приподнялся как же вот так случилось что в нашей нищей стране коммунисты на иначе коммунисты бандеровцы становиться латифундисты а он у нас вот где вот можно сейчас бабло как и в россии так и в бандерляде ЖКХ конечно же как он был начальника ЖКХ и там обнаружили какую-то аферу на 350 тысяч я сейчас не буду сейчас подробности я вот сейчас кратко 350 тысяч и вот бы наш герой бы уже и погорел да вот тут Игорь Коломойский его как бы подтянул в свое окружение вот миллиардер господин береза теперь вот верой и правдой служит вот этому движение да вот и это существо залезло на трибуну залезло на трибуну и дальше он депутатам грозил депутатам засуньте эти ленточки вот ну и дальше знаете вот то есть у человека навоз в душе он у него валится изо рта это вот господин береза и и у этого береза значит он предлагал там ну вот всякие гомосексуальные намеки ну что его замутненное воображение она себе представляла вот значит он представляет ну вот из из его речи что он актив как бы вытекать но нам все равно пассив актив ленин там зену каменев все равно все едино понимает вот вот так вот господин беру и вот вот это вот ваши друзья нынешний вы господин берут это вот правообладатель кому конкретно вы говорите остров крым и не только остров крым вы еще и предлагаете и людей отдать ему во владение при прийди и правь нами вот как бы я не знаю вот меня просто нету слов вот не находите ли вы господин миронов что вы позорите все я полно людей из друзей которые плохо относится путину есть друзья которые хорошо относится к путин но никто не доходит вот до такого вот этого вот беспредела то что вы нам предлагаете вступить с вами вместе в полицай или обрататься с полицаями и унижаться отдавать стать им на колене они же тут но ведь они же еще требуют господин миронов не только донбасс крым они же еще требуют русские города а некоторые ставят вопрос еще круче а по тотальном уничтожение россии так ваш друг господин береза заявил что неплохо бы ну вот вот этим как вот тем кто любит георгиевские леточки устроить ночь длинных ножей и и я вообще хотел бы спросить как вот с вашего точки зрения русское население должна вот этого потомка внучка внука полицаева да вот она как должна ждать ночь длинных ножей или русское население имеет право вот этим бандитам до да которые угрожают но но ночью длинных ножей самим устроить ночь длинных ножей как говорится одни желают уничтожить а будут уничтожены сами вот я хочу сказать у меня просто блин не укладывается это голове вы хотя бы стаби дважды два в своей голове складываете пикли какие-то самые простые логические цепи выстраиваете вот мы отдаем крым да бас раздается страшные вопли до устраивается резня там потом значит и что как бы как бы на этом требование что ли закончится красиво что ли а как же господин ярыш вот ваш друг тоже наверное там депутат час который ездил чечню вместе с дудаевым отрезать русским солдатам голову и потом жил в этой бандерлянде и они еще теперь говорят да у нас нет там никакого фашизма него нет у нас но фашизма нет но я согласен есть диктатура этих вонючих полицари вот 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 это вот это из вот я как бы хотел вот на этом сосредоточить но я еще подберу много друзей правообладателей у нас сомнение что вот эти вот люди вправе какие-то претензии нам от имени кого-то предъявлять на какой-то крым на какой вообще на какой-то хуто всего доброго всего доброго